Музыка Здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала! Я вас приветствую! Вы в гостях у Елены! И сегодня хочу поделиться с вами обзором своих покупочек, которые совершила в магазине Лента. Дело в том, что мы с подругой, ну заказчица она мне, я с ней дружу, она заказывает мне вязаные вещи, ну чтоб я ее вязала. Вот, и немножечко поговорили с ней на тему, как мы переплачиваем за один и тот же товар, одинаковую сумму, разную сумму, при том, что в них находятся одинаковые ингредиенты, то есть то же самое качество. И мы с ней зашли, она такая, давай зайдем в Ленту и посмотрим. Реально, на самом деле яйца стоят дешевле, это первая категория цен, 365 дней, это Лента. Вот, прекрасные яйца. Мы посмотрели на другие, которые стоят дороже и такой же величины, и все точно так же. Это раз, сразу показываю. Реально, я на эту тему задумалась, почему я вам всегда говорю, что читайте состав? Потому что иногда бывает, читаешь на одном пакетике и на другом пакетике, разницы никакой нет в ингредиентах там, ну если у вас уже какая-то готовая продукция, или там, к примеру, молоко или масло, масло, вот, ничего такого нет. Но здесь стоит, одно, значит, стоит дорого, другое дешевле, а в принципе одно и то же. Одинаковый состав, вот так проще сказать, но по разным ценам. Я уже вам говорила, чтобы вы читали, и поэтому вы сможете сэкономить. Обязательно это делайте. Итак, я купила десяточек яиц. Сейчас я много пеку, и у меня уходит очень, ну, как бы много уходит на выпечку. И что сейчас я вам скажу насчет молочка. Точно так же. Она говорит, Лена, я покупаю вот такое молоко и кефир. Вот посмотрите. Народный. Я вот эту всю продукцию, девчонки, видела в ленте. Но как-то отнеслась к этому как-то вот так вот. И думаю, ну что, это не то. Но, хотя я такой человек, что я очень долго буду ходить смотреть, и тоже желаю, чтобы не переплачивать за один и тот же товар и один и тот же состав. Итак, это вот фирма Народный, вот так и называется, Гостовский. Массовая доля жира 2,5%. На живых кефирных грибках. Это кефир, без сухого молока. Девчонки, ингредиенты, состав, вернее, просто, просто, напросто, вот, просто меня удивили, что очень-очень хороший продукт. Вот она говорит, я постоянно ли наберу. Здесь написано молоко. Смотрите, цельное и молоко обезжиренное. То есть, ну, вы понимаете, о чем я. Нормальное, нормальный кефир. Обыкновенный, самый, что ни на есть, натуральный кефирчик. Пожалуйста. Берем молоко 2,5%. Точно так же, Гостовский, массовая доля жира тоже 2,5%. И, значит, молоко цельное, понимаете. Вот я просто удивилась, девчонки. Вот. Изготовитель это, значит, Рыбновский молочный завод, Рязанская область, Россия. Вот, пожалуйста. Обыкновенное молочко. Так, девчонки, это молоко стоит гораздо дешевле, и мы сможем сделать замечательные блины, замечательные пряники. Я вам недавно дала на кефире. Вспомним детство. Белоснежка. Вот все. Вот я теперь буду для выпечки покупать вот такое молоко. Она говорит, Лена, она вот по денежкам, она живет гораздо, гораздо лучше, чем мы. Но я заметила, как она покупает мудро. Я ходила, я считала, что я мудро покупаю. Но, извините, Надюша еще мудрее. Так что я делюсь с вами, девчонки мои хорошие. Вот такое, значит, молочко я купила. Дальше. Она покупает вот такой творог в этом, в ленте. Массовая доля жира 9%. И здесь, значит, состав. Девчонки я поближе почитаю, потому что у меня зрение, и тут мелко написано молоко и закваска, девчонки. Все, вот, пожалуйста. Рассыпчатый такой творожочек. Это, она говорит, хорошая фирма. Ходьковский. Вот. Сейчас я почитаю завод какой, девчонки. Так, изготовитель. Московская область, Россия. Пушкинский район, шоссе. Какое-то тут никак не вычитаю. В общем, это Россия. Россия, девчонки. Не люблю читать, потому что у меня зрение и свет, и мне нужно напрягаться. Вот такой творожочек я там купила. В нем 250 грамм. По этим. Хотела показать вам по чекам. По чеку. Еще нужно сказать. Я по чеку потратила. Так, девчонки. Сейчас скажу. 1778 рублей. Скидка у меня 200 рублей была. Вот. Сейчас скажу вам. Творог. Стоимость. 90 рублей. 99 копеек. Вот такой творог. Вот. Две упаковки. Полкило вот я купила. Я буду вам вкусняшку выпекать. Готовлюсь. Так что вот я купила. Так. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Что я еще купила. Купила для выпечки сметанку. Простоквашина. Если бы была вот такая вот народная сметанка. Ну, иногда бывает, она сказала, много всего. Просто нужно смотреть в ленте. А я так бегом-бегом и все. Ну, и, конечно, мою любимую колбаску. Давно, как бы мы ни покупали. Это пармская. Это горки. Мне нравится эта колбаса. Я просто попросила, чтобы они меня нарезали. Это горки. Очень хорошая колбаска. Мне очень нравится. Мы иногда покупаем. Муж у меня очень любит. Это сухая. Килограмм стоит 948 рублей. На 157 вот нарезка. Она такая твердая. И разрезать очень сложно. Я прошу сразу девушку там разрезать при мне. Итак. Дальше. Мой любимый альметте. Девочки, состав у него замечательный. Я просто его обожаю. Вот как хотите. Так вот мне нравится. Мы иногда покупаем с мужем. Очень вкусно с огурчиками и зеленью. В прошлый раз не было. Я купила обыкновенный. Я нарезала маринованных огурчиков и зелень добавила. И было тоже очень вкусно. Вот. Хотя вот знаете, что много можно свое делать. Кстати, я скоро покажу вам, как делать жидкий сыр. Как делать домашний сыр. Просто уже созрело. Надо это делать. Вот. Раньше я вообще очень часто делала. А сейчас делаю очень редко, мой хороший. Потому что нас двое всего лишь. Так. Вот такой вот, значит, сырок. Ну, это такие вот штучки. Наверное, вам всем ленте дают. Это я внучку собираю. Смешарики. Вот. Так. Ну, и как всегда, любимые мужа сырки. Кто-то мне там писал, что можно ведь самим делать сырки. Да, можно. Но для двух человек я не буду это делать, возиться. Я очень редко их ем. А муж любит такие вот. Тоже, кстати, иногда вот покупаю. Поэтому можно, да. Завидую всем людям, которые все, все делают свое. Которые пишут мне, что все свое едят. Я, насколько человек такой, что тоже постараюсь все свое, но все не успеваю. Вот такой вот сыр сливочный. 200, значит, грамм в нем. Тоже по составу, тоже очень хороший. Мне нравится он. У меня муж берет на работу его. И очень вкусно. Я ему котлетку жарю. Сейчас я уже не жарю. Я на пару делаю. Либо тушу вот так. Добавляю зелень и багеты свои пеку. И делаю ему бутерброды на работу. Ему очень нравится, девчонки. Хороший сыр вот такой вот в ленте. Вот. Значит, такой сырочек купила я. Так, с фруктами чуть позже. Ну, и как всегда, как всегда. Ой, семечки, Мартин. Вот, девчонки. Дальше. Вот такое вот маслице. Это Владимирская область. Я купила Киржачский завод. Я часто покупаю их продукцию. Традиционные сладко-сливочные. 82%. Гостовская. Фермерская. Из фермерской. То чисто молоко и закваска. Сливки. Все. Больше ничего нет. Вот такое масло покупаю. Всегда покупаю масло, чтобы покушать. 82%. Просто масло закончилось. Мы в Глобус не заряжали. Я обычно покупаю тоже фермерские в Глобусе. Я в прошлый раз, девочки, вам показывала его. И говорила, что оно мне очень нравится. Так. Сейчас. Вот такой вот сырок. Точно так же с ней покупали мы, мои дорогие. Она говорит, что для салатов я покупаю в Ленте вот такой сыр. Не трать деньги, потому что можно купить. И посмотрите. Я вам сейчас буду читать состав. Молоко. Поваренная соль. Закваска. Молочно-кислых культур. Все. Молоко свертывающий. Фермерный препарат. Вы представляете? Ничего больше нет. Нет. Вот, пожалуйста. Килограмм 556 рублей 59 копеек. У меня на 192 рубля вот такой вот кусок вышел, который имеет 202 грамма. 202 грамма. Ну, так будем считать. Почитала вам. Ничего нет здесь такого. Натура сливочный. 45% брусовой. Вот так вот. Вообще. Вот. Срок годности 120 часов. Написано. Девчонки, буду покупать. Вот она говорит, я на салаты Лена покупаю. И вот я буду делать вам мясной пирог снимать. Вот. И вот буду его использовать туда. Я просто удивилась. Она говорит, читайте. Часто мы думаем, что ой, что-то там для магазина ленты. Оно ничего. Ничего не стоит. Или там что-то. Хотя вот я стараюсь. В Ашане тоже много чего покупаю. Все для глобуса, что есть. Очень качественное бывает. Бывает, конечно, ни о чем. Но нужно читать, мои дорогие. Читать. Я всегда вам об этом, кстати, говорила, чтобы вы читали. Итак. Это фрукты. Без них никуда. Замечательные. Сейчас очень хорошие лимоны завезли в ленту. Я покупаю всегда много лимонов. Я без них не могу. 97 рублей у меня вышло. 120 рублей килограмм. Блинки. Очень хорошие лимоны. Посмотрите, какие лимоны. Посмотрите, какая прелесть. Посмотрите, какие они большие. Шикарные лимоны. И не толстая кожа, такие тяжелые. Что хочу вам сказать. Легкие лимоны, они не сочные. Вы когда берете, так же и апельсины. Все цитрусовые, когда я покупаю, я их на вес, девчонки. Вот сразу вам говорю. Меня научил один очень мудрый человек очень давно. Но я это делаю. Тяжелый, значит, сочный. С тонкой кожицей. Вот такие вот лимоны. 120 рублей. Пожалуйста. В ленте сейчас все это продается. Замечательные бананы. Вышли очень такие смачные. Сейчас просто нас потянуло, мы кушаем эти бананы. Видимо, потому что такие фрукты, ну, как бы свои закончились. И уже, как бы, тянет на такое. Значит, цена за килограмм 73,49. А цена по карте ленты за 61, короче. Ну, 62, 61,94. У меня вышло, значит, на 87,83. Вот такая связка. Больший банан. Вот такая вот связочка. Посмотрите, 6 банан. Сверху 3 поменьше. А снизу 3 побольше. Вот. Я буду делать шарлотку банановую. Мой фирменный рецепт. Я же вам говорила, что очень часто его делаю. И у меня муж на работу берет. Угощает своих друзей. И они все довольные. Зимой я это пеку. Пирогов всегда много пеку разных. Вот. Шарлотка это вообще супер. Кто пробовал, писал мне, девочки. Реально. Я знала, что вам понравится. Я ведь вам, мои хорошие, даю самые-самые лучшие рецепты. Все самое лучшее для вас. Итак, вот такие вот бананы. Значит, понравился мне виноград. Черный. Там был и кишмиш. Но мы в прошлый раз объелись кишмиша. И не захотелось. Вот этот черный виноград. Замечательный. Очень ароматный. Очень вкусный. Значит, он... Цена вот с картой. 129,99. На 135. У меня вышло 45. Вот так. Вот так. Сейчас покажу вам. Посмотрите, какой виноград. Девчонки. Очень крупный. Очень вкусный. Вообще. Не порченный. Ну, просто прелесть. Вот сейчас нужно кушать. Он как бы натуральный. И очень хороший. Ну, что ж, мои дорогие. Все. То, что я вам сказала. То, что я вам показала, то и я купила. Вот так вот ко мне пришла. А, нет. Гру-ру-ру-ру, простите. Курочка. Курочка. Такая большая курочка. Килограмм в ленте сейчас. 99 рублей. У них везде на стендах висит, что это вот такая акция. Это 365 дней. Годен до 15, 11, 16. Это, значит, килограмм 596. Вот. То есть, я не буду там смотреть. Если так считать, 99. Ну, может быть, на 150 рублей. Вот такая курочка хорошая. Она говорит, Лена, я тоже их покупаю. Ничего такого нет. Все то же самое. Просто Лента закупает для себя. Все тот же самый товар и пакует от себя. Вообще, все магазины так делают. Поэтому, девочки, просто читайте и покупайте. Это обычно я покупаю курицу других фирм. Она у меня, девчонки, выходит. Ну, честно скажу. На рублей 200-250. А если покупаю вот такие вот лавки, там барное мясо, покупаю курицу, то она у меня там вообще и то 300, а то 300 с чем-то выходит. Очень дорого. Поэтому, вот, я решила вот такую красоту купить за такую цену. Ну, что ж, мои дорогие, на этом я хочу попрощаться с вами и пожелать вам всего самого доброго, самого хорошего. Мира, счастья, любви, добра. Всего-всего вам, мои хорошие. И, еще раз хочу сказать, обязательно читайте. Обязательно смотрите, читайте, чтобы мы не платили за один и тот же товар с одним и том же составом разную цену. Чтобы нам не было так жалко и обидно потом, нужно читать. Потому что денежки мы зарабатываем своими руками и очень-очень тяжело. А поэтому, все это нам достается очень трудно. Вот. Многие как-то относятся к продуктам, вот, ну, не только ко мне, вот, кто показывает обзоры, пишут, что вот эта гадость, то гадость. Девочки, сейчас даже страшно дышать даже, скажем так. И дышать вредно, вот будем так говорить. Потому что испокон веков мы все ели. Кстати, Наташенька, хочу еще ответить на вопрос насчет растительного, ну, маргарина вот этого вот, пусть так скажем. Смотрели передачу, что это очень вредно, Наташенька, ты написала, моя хорошая. Очень вредно, я же повторюсь, дышать даже вредно. Поэтому всегда пекли с маргарином, с растительным вот этим. А раньше даже бутерброды ими ели, что забыли. Вспомните, мои хорошие, были времена, и никто от этого не умер. Нормальный жир, как говорится, и все, нормальный маргарин растительный, можно им выпекать. Раньше выпекали, и сейчас выпекают, и никто не умер от этого. Поэтому я хочу сказать, что завидую, я опять повторюсь, тем людям, которые прям находят все натуральное. Но в это я не верю. Можно постараться что-то, но я не верю. Или же вы вообще ничего не покупаете, девчульки мои хорошие. Не хочу никого обидеть, но просто когда пишете, мне очень обидно. Потому что я хожу по магазинам, я не в лесу живу, и я вижу, что, почем, и какое везде качество. Очень сложно. Если вы миллионер, и там только у фермеров прям приезжаете домой, покупаете, да, то я, конечно, соглашусь, но миллионеры не будут у меня на канале. Поэтому, мои хорошие, вот я понимаю, да, пусть это даже где-то что-то вы увидели вредно, но пусть останется с вами это. Поэтому у каждого выбора. К примеру, я вам показываю свой обзор, но ведь вы пойдете в магазин, почитаете, увидите, что это вредно, и вы не будете это покупать. Покупайте то, что не вредно. Вот так, мои хорошие. Никого не хотела обидеть. Но если вы хотите, чтобы я вам показывала обзор, значит, продуктов, я буду показывать. И если вы хотите их видеть, то, пожалуйста, отнеситесь к этому действительно так, как бы хотелось, чтобы к вам отнеслись. То есть не надо писать нехорошие вещи, что это фу, это то фу. Ну, я рада за вас, что вы можете купить не фу. И дай вам Бог в помощь, чтобы и дальше так было.